Они бывают, например, в широкие штанины. У вас тоже носили такие штанины? У нас шарафан, восточные женщины, которые в данном случае позади воровали и привозили к нам. Мужская одежда. О сарафанах, пельменях и блинах доклады школьников получились нестандартными. В школе «Экотехплюс» встречали иностранцев. Не обошлось без каравая, который ученики испекли сами. Говорили о культуре и истории, сравнивали традиции. Куратором выступила учительница истории Ирина Кочура, которая в этом году удостоилась премии президента. Они еще очень много готовили самостоятельного материала. Они к этому очень серьезно отнеслись. И соответствующим образом, я же говорю, опять-таки, готовили сами каравай, готовили сами матрешек изготавливали. Это работа детей абсолютно. Думаю, что социальные проекты подобного действия, международного, конечно, положительно сказываются на взаимодействии их в дальнейшей жизни. В Севастополь из Сирии приехали 8 учителей русского языка, среди которых и сирийцы, и россияне. Обучение рассчитано на три месяца. Учатся педагоги на базе СФГУ. Там подготовили специальный языковой курс для иностранцев, поступающих в российские вузы. Мы познакомились с традициями, хотя я все знаю. Мы же восточные люди. У нас много общего. И почти одна традиция у нас и у вас. В Севастополь первый раз, но мне город очень понравился. Не думал, что он такой красивый, такой прекрасный. И даже люди невероятно прекрасные, лица добрые. Они довольно хорошо ознакомлены со своей культурой и обнаруживать некоторые схожести было очень интересно. Я не ожидала, что у нас культура настолько соприкасается. Соприкасаются и интересы. Педагоги считают, что обучать сирийцев русскому языку задача важная. Сейчас юноши с удовольствием поступают в российские вузы. Приехал сюда, чтобы увеличить или усилить наши знания, для того, чтобы преподавать там у нас в Сирии, подготовить студентов, чтобы они приехали сюда, сразу поступили на первый курс. Дружба между Россией и Сирией – это глубинная история. Даже с тех времен, до революции, монашки у нас до революции преподавали русский язык, были русские школы. По окончании обучения запустят совместный проект. Наши преподаватели будут проводить обучение онлайн, а сирийские коллеги – объяснять материал на месте. СИФГУ уже не первый год работает в Сирии, привлекая к обучению молодежь. Екатерина Шадрина, Андрей Вовк, Новости Севастополя.